Что у вас за автомобиль? Джиле Коварейн Аааа Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай, Джиле Телега Шоу сразу 7.89 Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Филавто. Сегодня я решил без стихов, потому что ну, реально комичная ситуация Нищие владельцы китайских автомобилей собрались погонять Соответственно, приехал нищий автоблогер на пресс-парковской Джиле Тугела, чтобы всем здесь надрать задницу, потому что я так понимаю, что эта тачка, наверное, самая мощная. Вкратце, друзья, по автомобилям Ну, расскажу за эту машину Я уже обзор на нее делал, скоро будет на канале По СТС 200 237 с копейками лошадиных сил 2 литра турбина Полный привод, едет нормально Ну, относительно нормально рулится для 2,5 миллионов рублей Вот, но по По остальным автомобилям нам расскажет Дима Мой сегодняшний соведущий Да, со своей начнем Так, у меня обычный чипованный без катов 300... Сколько там? Блин, 316 момента и 195 сил 316 момента и 195 сил Да, там вместо катов обычные пламегасители Хотя говорят, лучше ставить там даунпайпы и, возможно, даст еще побольше привод Друзья, ну, мы с Димой общаемся Дима решил просто реально Реально нагнуть свой колорей И он чипует его уже до потери пульса Идем дальше Так Красненький Красненький Тут, кстати, машина прошита под сотый бензин Как сказал владелец А хочешь подойди, расскажи про машину Машина зашита в E-Tuners Stage 1 195 сил и 320 момента Сейчас заедем, посмотрим чей Stage лучше Руслану отдельный привет В общем, 195 сил Кстати, хотел добавить У меня вот экология тюнинга Чип Отлично Сегодня будем всех рекламировать бесплатно Кстати, обратите внимание на понтовые московские номера Ну, москвичи Мы же все москвичи, в принципе А у меня тоже, кстати, неплохой номер 5, 6, 7 Тоже нормально, хорошо Давай про Хавел теперь Хавел Да Владелец, может быть, расскажет Привет Меня Дмитрий зовут Хавелом владею 8 месяцев с мая 2020 года Сразу после покупки прошил его в АВТ Performance У Сани В стоке было 190 Сейчас по факту где-то 203-204 лошади И 428 момента 2 литровый мотор 2 литра, а 4 ВД 4 ВД, отлично Про свечи Я так понял, что вы любите Свечи Это отдельная тема Уже комплектов 10 переменял Всех производителей, которые только на рынке есть В итоге остановился На американских свечах Автолайт Спортивные свечи Поставил, пока радует И расход, и тяговитис нормальный Отлично Отлично И у нас еще один Хавел, да, получается Черный Обещайте Привет Леха зовут Владелец полторашки Передний привод Проширка совместная АВТ и мегавольт На 191 лошадь 327 момента Разница вообще ощутима? На стоке Очень ощутимо А что вообще поменялось? Ну, во-первых, у них рывок хороший появился И на скорость, как бы, скорость хорошо набирает То есть нет такого особого добыта Ну, и, соответственно, сейчас проверяем Сейчас заезжали с кувырей С кувырейом заряжали Кувырей, конечно, порезвее будет Значит, на старте или как? Мы пробуем на 60 километров Со старта пока не пробовали еще Конечно, кувырей, ну, как бы, легче И помощнее То есть, ходом 60 он уходит, да? Пока вот такой, блядь Понял Вон, Андрюха приехал, что на Хавале Так, у него что? Ты с ним гонял? Да, да, да 420 момента Я знаю, 420 момента и 202 силы, по-моему, уговорили 202 205? Да А, ну, 402 и 25 Короче говоря, еще нет смельчаков, которые чипанут Хавел до 249 Да, да, да Что-то никак не получается Потолок уперлись тоже Поэтому посмотрим Сможет он потянуть в ту гелую? Вот он Привет Женя Давай Ты сигналишь О, нет, задержка Нифига себе, давай Давай, Джили Телега, давай Ну, ё-моё, что за фигня? Как? Почему? Ну, нихера себе Я не понял, что происходит вообще? Ты поехал вообще? Я поехал, да Газ в топку Я только ты едешь, нет, я в первый раз там хопал Не, ну я был на этом Комфорт режим А спорт Спорт уже сразу, да Блин, ну давай сейчас Давай сейчас спорт включим тогда Со стартам оханем Да, я там по полной программе уже все так Вообще капец Я просто думал, знаешь, что Ну, обычно же как на спорте, блин, что-то какие-то затырки Думал, включу комфорт Короче, давай сейчас еще так же Так же, с 60, либо там 70 Да, да, да Давай, гадина, блядь Спортивном режиме Что происходит, я не могу понять Почему он, блядь, обгоняет Полноприводную тугилу Ёкарный Папай, а А-а-а Вообще Все равно Нет, ну, блин Так я еще не могу понять Почему, блядь 237 лошадей Полный привод Что кулек-то, блин Я не знаю, что происходит Друзья, в общем Небольшое резюме по заездам С 60, с 70, с 80 Ну, тугилла Все-таки чуть-чуть проигрывает получается что кулрэй димин белый да он вообще без вариантов без вообще шансов нету тугелы кулрэй уходит вперед ну по крайней мере с ходом поэтому что с места он возможно тугела будет выигрывать сейчас будет заезд самого мощного как стал владелец самого мощного кулрэя 197 правильно сил и 320 момента вот здесь у нас получается если не ошибаюсь 350 момента и 238 лошадиных сил вот на полном приводе ну посмотрим что получится естественно мы с места не стартуем потому что но это как бы вообще нахрен не нужно по сути потому что здесь полный привод у кулрэя передний привод все друзья поехали это что ж такое-то тугела блять давай давай сука давай тугая его не ну блять я не знаю это позор конкретный блять 140 144 блять 150 все так все приторможает тихо 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 все же электронные помощники второй заезд давай давай я раз два три не смотри слушаю но она прыгает ну может пораньше нажмешь на газ что-то и что-то давай 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 бишь она задумывается понимаешь на старте вообще вообще просто разгона нет блять ну чё такое так я не знаю ну короче говоря в общем ходом это не конек тугил да с места надо вот и на смешивать с места да там же полный привод все дела а здесь что-то вообще никак друзья теперь пробуем хавелы всем полный привод 2 литра стоковые 190 лошадиных сил так погоди давай отсюда отравняемся 60 также будем стартовать маритарят на поворот так давай 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 нет что-то прозевал так-так-так смотри спереди аккуратно итак повторно повторно давай блять не ну все за херня блять тугила как как так блять где твои 237 лошадиных сил блять ну вот короче говоря все нормально короче говоря блин мы делаем стоковый хавелы в 7 уже хорошо причем да и в 7 икс он может чуть полегче ада у нас есть точно и всем x задница скошки соревнования реванш хочет парень стартуют хавелы в 7 и кулек куда тугили блять таких вообще слушай на кулек делает да странно что-то они там вообще жестят но немножко вперед вперед немножко подъедь вот это другой разговор вот это да вот так вот блять красава до свидания мой ласковый мишка о хорошо идет но он даже не нагоняет ну да херня его все эти как их называют моменты но моменты блять мощность решают да да давай родная до свидания мой ласковый мишка вот и все вот и все а а а давай красавица давай 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 блять он уходит сука нифигас един Beispiel ровно блять ровня ком 150 пациента аааа блять вот это да а сколько эмоций да хорошо хорошо не зря 3 нам отдал да а ААААА cad Друзья, очередной выезд. Это наш Дмитрий на Белиньком Кулере. Все вы его знаете. У меня он уже есть на канале. И озорной, азартный человек на Хавеле F7. 420 момента. Итак, друзья. Тяг, тихо. Поехали. О, ни хрена себе тяга у Кула. Нормально, нормально. Ну, так, так, так. На хвосте, на хвосте держится. Нет, у него нет шансов. Нет. Мы уходим. Так, что он там? Не, висит 140. Висит. Отлично. Отлично, хороший. Давай. До свидания, мой плюшевый мишка. Смотри-ка, держится, держится на хвосте. Давай, Димон. Блин, блядь, что случилось? Я не понял. Это что такое? Не понял, что такое. Видишь, он так же, видимо, как-то, да. Мы просто скорость не подойдем. Он начинает догонять после 140. Понятно. Итак, друзья. Очередной заезд. Два Кулерея. Белый и красный. Получается, по силам все одинаково у них. Разные конторы. Разные конторы, которые чипуют и собирают у них бабло. Так. 48, 50. Стартуем с 60. О! Ох ты, блядь. Хорошо пошел. Димончик висит. Висит на хвосте, красавец. Ну, он, скорее всего, старт немножко. Нет, ну, идете нормально. Нормально идете. Хорошо. Стейдж-1 натянул, стейдж-2. Заезд номер 560. Так. Ох ты. Давай, давай, давай. А, нет. Смотри, а хвост упал? А хвост упал. Корпус везем. Да. Такой хвост. Полтора корпуса. Ох ты, блядь. Ни хрена себе подрыв. 130. 140. 150. Два корпуса везем. Охренеть. Вот это размончик. 183 корпуса. Ну, в принципе, плюс-минус все понятно по этим гонкам. Так что, друзья, вот так вот. Что покупать, решайте сами. Ну, по сути, CoolRate 2G. Вывод сделал. Все говно, короче. Нет нормальных тач. Даже Китай стал, блин, халтурить. Да, не говори. Сука, не едет ни хрена. Зато прикол в 2G или в том, что ты отключаешь ESP и начинаешь просто фигачить. И она и боком тебе идет, и, блин, по снегу нормально едет. То есть, прям вот, прям тема. Веселье, короче. Да, потому что немногие тачки там отключишь ESP и она начинает, ну, что-то, блин, тебя там потормалжить. Слушай, ну, вот у меня вот ESP отключать ее просто несет в разные стороны, стрёмно, на Куркетте. Ну, потому что, да, видишь? Ну, это я в снег как-то выкручивал и решил, я навстречу к вам вылетел. Потому что передний привод. Здесь-то все как-то предпрогнозируемо. По-человечески все здесь. Ну, так-то она. Ну, она с места рвет. Да, да, да. Я заметил, что я даже, когда по трассе просто едешь, начинаешь со 120, со 130 нажимать в топку. И она начинает не очень сильно набирать скорость. Но все-таки турбо. Что ты хочешь об турбине?